Нынешняя весна преподносила сюрпризы в виде морозов и метелей, но Тюменский аграрий во все готовится к предстоящей полевой кампании. В какую сумму обойдется селянам проведение посевной, на сколько гектарах раскинутся тюменские пашни и когда планируется приступить к весенне-полевым работам, нам расскажет заместитель директора по растения и водству, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента АПК Тюменской области Леонид Бакшиев. Леонид Григорьевич, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот как хозяйство региона вообще готовится к предстоящим весенне-полевым работам? Ну, должен сказать, что процесс подготовки к весенне-полевым работам очередного года достаточно длительный процесс. Подготовка начинается с июня предыдущего года. Многие хозяйства уже в этот период после выхода из посевной кампании начинают готовить технику, но плановым порядком мы приступаем к подготовке весенне-полевых работ очередного года. Это в июле месяце, когда формируем структуру посевных площадей, то есть не начав еще уборочную кампанию в предыдущем году, мы уже начинаем формировать структуру посевных площадей под урожай будущего года для того, чтобы определить потребность семенах. Сосчитали потребность семенах, затем после завершения уборки урожая проводится безразборная дефектовка техники, определяются объемы ремонтных работ, завозятся запасные части, рассчитывается потребность семенах, осуществляется подготовка семенного фонда, то есть вот и с таким расчетом, чтобы к маю следующего года быть готовыми к проведению весенних полевых работ. А в какую сумму обойдется посевная 2013? Ну, общие затраты на проведение полевых работ, они, конечно, оцениваются где-то в интервале 8-9 миллиардов рублей, но мы ведем расчет потребности в приобретении недостающих материально-технических ресурсов, которые требуются для проведения полевых работ. Вот она оценивается в 3,7 миллиарда рублей. Значительная доля – это 1,2 миллиарда – это приобретение минеральных удобрений, затем горюче-смазочные материалы по стоимости, нужно приобрести средства защиты растений, обновить семенной фонд, запасные части, и вот в общей сумме 3,7 миллиарда рублей. Из них вот в этом году получается, что 1,2 миллиарда рублей – это государственная поддержка за счет средств федерального и областного бюджета, и 470 миллионов – это намерение предприятий переработки и поставщиков материально-технических ресурсов специализированных прокредитовать сельхозтоваропроизводителей. И таким образом получается 1,6 миллиарда – это составляет 45% от общей потребности либо средства федерального, областного бюджета, либо кредиты предприятий переработки. И 2,6 миллиарда рублей сельхозтоваропроизводителям требуется изыскать собственных средств, либо закредитоваться в коммерческих банках. Из них уже в состоянии на 1 апреля на 1 миллиард рублей коммерческие банки, ну, основные ведущие коммерческие банки Тюменской области, такие кредиты предоставили. Вот цифр очень много, я, если честно, даже немножко запутался. Одним словом можно понять, что сумма, конечно, внушительная, но главное, что это даст свои результаты, эти уважения, конечно. Что касается техники, машино-тракторный парк области готов? Сегодня машино-тракторный парк полностью готов к проведению весенних полевых работ. Агрегаты скомплектованы, и как только позволят природно-климатические условия, чтобы почва подошла под возможность обработки, агрегаты выйдут в поле. И сегодня уже мы приступили к проведению полевых работ. Ведется обеззараживание семенного фонда. Картофель и овощеводческие хозяйства, они уже с 1 апреля начали высадку рассады в тепличные помещения в закрытом грунте. И два района Тюменской области экспериментально провели ранневесеннее оборонование, но, правда, площадь всего 0,3% от потребности. Считаем, что основной объем работ мы будем приступать в конце вот этой недели и в начале следующем. Следующие, если природно-климатические условия позволят это сделать. А как обстоят с подготовкой семенного фонда и ГСМ? Семенной фонд, он нами контролируется по четырем позициям. Это кондиционность, репродукционность, скороспелость и высев элитных семян. Традиционно в Тюменской области мы стандарты по высеву семян элиты соблюдаем. Репродукционность также соблюдается, скороспелость у нас 68% должна быть доля скороспелых сортов. Это по итогам высева соблюдается. И кондиционный фонд в прошлом году 99% имел показатель кондиционности. В этом году пока 91%, а вот эти 9%, которые требуются еще в оставшееся время, предприятия будут доводить до посевных кондиций. Какие сроки проведения посевной кампании в этом году? Оптимальные сроки проведения посевной кампании мы считаем, это вторая и третья декада мая, наиболее оптимальные сроки. Но есть культуры, которые мы высеваем в первой декаде мая, это такие культуры, как горох, определенную специфику имеет их лучше посеять в ранние сроки. А ранневесеннее оборонование проводим в зависимости от того, как почва подходит. Вот сейчас приступаем, поэтому основные посевные работы будут проведены в мае месяце. Но агротехнические сроки завершения посева до 5 июня, это оптимальные агротехнические сроки завершения посева. Вам хорошего дня мы желаем, мы благодарим вас за прекрасную беседу, познавательную, ну и, конечно, осуществление планов, которые мы назначили. Спасибо большое, спасибо большое. О предстоящей посевной кампании мы говорили с заместителем директора по растению и осу, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Тюменской области Леонидом Бакшеевым.